Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом. Привилегия. Помогать и спасать». И я ее ведущая Анастасия Данилочкина. В нашей студии сегодня гость Станислав Валерьевич Берилавичус, ученик и последователь двух выдающихся хирургов Владимира Дмитриевича Федорова и Андрея Германовича Кригера. Станислав Валерьевич, здравствуйте! Добрый день! Спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно. В одной из бесед вы сказали, что в детстве, в юношестве у вас не было такого стремления спасти весь мир, но хирургом вы уже тогда хотели быть. Вот почему? Я родился в медицинской семье, папа у меня был хирургом, закончил Болговеческий медицинский институт, аспирантуру он проходил во втором меде уже, сейчас Российский государственный медицинский университет. Абдоминальный хирург длительное время проработал в институте Склифосовского, потом у него был очень такой интересный период жизни, это 80-е, конец 90-х, он перешел на работу в институт медико-биологических проблем. Работал под руководством Семкевича. Хорошо, наверняка, старшее поколение знает. Человек, это шутка, что посмотрели мир глазами Семкевича. Человек, который путешественник, великолепный совершенно исследователь, полиглот. Папа работал в его команде, вот он очень сильно грезил космосом, и был период, когда он тренировался в отряде космонавтов, и был в команде дублеров космонавтов. Очень хотел слетать, очень хотел слетать, прям мечтал об этом, но не получилось, видимо, это был серьезный сложный отбор, но в то же время достаточно много занимался подводными исследованиями. Вот на корабле «Спрут» в Мурманске они часто очень уходили, погружались на какие-то запредельные совершенно глубины. Он получил звание рекордсмена, на тот период времени они со своими коллегами погрузились, я не могу вам сказать, какая это была глубина, это такой специальный колокол, который опускается глубоко под воду. Они проводили там целый ряд исследований, оценивали возможности человеческого организма на таких запредельных глубинах, и за длительность нахождения в этих экстремальных ситуациях они получили грамоту, награды какие-то, я помню. Достаточно много поездил по горячим точкам, он был и в первую чеченскую кампанию, они там были, по-моему, даже во вторую, если я не путаю, в первую совсем чуть-чуть, во вторую он был дольше, а также все командировки, которые связаны были с какими-то катастрофами, там, наводнениями, землетрясениями, в Колумбию вот он летал, я хорошо это помню. Он такой был человек у меня, авантюрный склад характера, он любил все возможные путешествия. Открыть мир, спасти мир. Да, да, это было его, да, он на месте, он не любил, он последний год только сидел уже на месте, там, по состоянию здоровья, много у меня научил, много у меня дал, и я безумно благодарен и горжусь отцом. Мама была неврологом, вот, поэтому я с детства был окружен всей этой медициной, и книгами, и беседами, родители возвращались с работы, обсуждали какие-то свои насущные проблемы, там, пациентов, сложные случаи. И, естественно, у меня всегда уши были на макушке, я слушал, это мне было интересно. Почему хирургия? Ну, наверное, потому что в неврологии я вообще ничего не понимаю, и я всегда маме своей говорил, что это у меня за пределами вообще моего понимания. Люди, которые понимают в неврологии, вызывают у меня непомерное уважение. Я никаким образом не хочу принять хирургии в этом сравнении, но мне это казалось что-то чем-то более мужественным таким, может быть, сродни какой-то военной профессии, как мальчишки там хотят быть военными, там, космонавтами. Вот, я вот никогда не хотел быть ни военным, ни космонавтом. А премьер отца, ну да, наверное, он такой был мужественный человек, который делает операции, для меня это было что-то такое за пределами, за грани понимания, но спасает людей, удаляет опухоли, летает по санавиации на какие-то экстренные случаи. То есть, естественно, вот этот элемент романтики, как у любого партпацана, он во мне присутствовал, и да, я достаточно с ранних лет хотел быть хирургом. Но при этом я никоим образом не экстраполировал это на свою там повседневную детскую жизнь, не оперировал животных, не бинтовал конечности, как у меня есть друзья, которые там они переломанные конечности у зайчиков лечили. У меня этого не было. У меня были обычные детские радости. А мечта, да, мечта достаточно давно зародилась и воплотилась, слава богу, в реальность. Военным переводчиком, да, еще были какие-то... Это был эпизод в моей жизни, тоже, скажем так, ближе к окончанию школы. Это последний год, то есть это 11 класс, начало 11 класса, когда я начал заниматься с репетиторами, то есть перед тем, как я начал заниматься с репетиторами по биологии, химии, решался вопрос на семейном совете бабушка с моей, безусловно, которая была заведующей кафедры иностранных языков Болговещенского медицинского института. Мы отдельно о ней поговорим. Да, да, безусловно, конечно, спасибо. Было предложение, они попробуют ли мне вот такую стезю, как военный переводчик, потому что я заканчивал, мне еще не нравится слово, спецшкола, я не понимаю, почему спецшкола, со специализированным, углубленным изучением английского языка. Поэтому английский язык на тот момент у меня был достаточно свободный, разговорный, и писал, и читал достаточно много на языке. У меня были замечательные совершенно преподаватели английского языка, Марина Семеновна Бурановой, заодно привет передам, если можно. Надеюсь, она меня увидит и заслышит, конечно, большое ей спасибо за это. Недолго я думал, потому что это военная организация, надо быть постоянно, что называется, в строю. Я очень трудно поддаюсь такому необдуманному управлению, когда надо четко выполнять приказы, и не понимая, правильное и неправильное. То есть, ну, давайте будем честны, армия это такая штука, если каждый нижестоящий будет обдумывать приказ вышестоящего, от армии ничего не останется. Но для этого нужен определенный склад характера, желаний у меня ни того, ни другого не было. Поэтому я более такой свободный, демократичный человек. Выбор пал на медицину. Романтика сыграла. Медицина и хирургия, именно хирургом. Да, я всегда хотел быть хирургом. И, собственно говоря, я с третьего курса института дежурил в институте Клифосовского волонтером. Помогал, скажем так, хирургической бригаде. Сначала писать историю болезни, ассистировать на операциях. Потом там что-то давали делать, какие-то этапы маленьких операций. То есть, да, с самого начала у меня не было никаких... В неврологию я не хотел выйти, 100%. Были какие-то направления, которые я хотел и думал, скажем так, освоить и пойти туда. В целом хирургия, да. Но, конечно, я не думал, что я буду заниматься хирургией поджелудочной железы, онкологией, абдоминальной онкологией, тем более там роботостирмой хирургии. Я даже об этом представить не мог вообще. Ну, это странно случилось. Фантазировать даже не мог. Да, вот в медицинской семье, конечно, мама и папа, они, наверное, и заняты. Поэтому львиная доля, как вы и говорили, это бабушка. Боевь Васильевна. Расскажем о ней, потому что удивительный человек. Я тоже с ней познакомилась. Ну, бабушка у меня была очень такой, прям, ну, влиятельный и очень, с одной стороны, мягкий, и, с другой стороны, очень жесткий человек, очень с сильным характером, всегда имел свое мнение. Я думаю, руководить кафедрой, я не знаю, как сейчас, но вот в те советские времена, наверное, там все-таки отбирали людей достаточно с сильным характером, да. Потому что, ну, управлять там массой людей, студентами, это достаточно сложно. Так получилось, когда я родился, она покинула свою работу сразу же. Да, совершенно верно, через год после моего рождения. Да, ее не хотели отпускать, но она сказала, нет, я еду в Москву. И они с дедом переехали в Москву, поселились в текстильщиках. Я очень много времени проводил с ними, да, потому что родители действительно работали, ну, как любые врачи. Да, врачи, это постоянное... Да, поэтому я много времени проводил с бабушкой, с дедушкой. У меня была замечательная совершенно, скажем так, по всем канонам семья. Я, слава богу, этого не обделил. Всем родом из детства я благодарен своему детству. Да, это правда. И уж мы родителям с вами благодарим за то детство, которое я получил. Да, были сложности, но, как у всех, успеления не могут быть, не быть. Конечно. Врач, это же тоже такая дисциплинированность, она же тоже, ее надо прививать. Прививать, это неврожденное качество. Я думаю, что здесь Любовь Васильевна тоже приложила какую-то свою руку, как педагог. Ну, не трудно сказать, я этих прививок не чувствовал, потому что не было какого-то... Это было все с любовью. Да, приходи на прививку, да, сейчас мы интеллигентности будем прививать. Ну, я всегда считаю, что ребенок основную часть получает из семьи, ну, может быть, 60%, 40% из окружения, в котором он общает. Школу, двор, мы что-то все во дворе росли. Сейчас дети, не знаю, хорошо или плохо, лишены этого, это, опять же, спорный вопрос. А ты смотришь на своих родителей, смотришь, да, на старшее поколение, и смотришь, копируешь их поведенческие примеры, и вот это, наверное, прививка, то, что вы сказали. Потому что, ну, как бессмысленно, мне кажется, приучать человека читать, ребенка читать, если папа с мамой в руки не берут книжку. Сколько ты его ни бей, ни там, в это надо обязательно. Но он не возьмет, а если он видит папу с мамой в книжке. Да, это личный пример. Книжка все время, может, сначала не хочется, а потом давай открою, почитай, может, там что-то действительно интересное пишут. Поэтому все на личном примере. Я и своих детей также воспитываю, они должны видеть, как это происходит. Какой смысл у человека учить жизни, если ты, или каким-то принципам, когда ты их сам не придерживаешься? Не придерживаешься, не исповедуешь, конечно. Переходим к образованию, да? Да. Это Пироговка, или, как в народе говорят, второй мед. Второй мед, да. С 93-го по 99-й. Причем, когда я учился, он не назывался именем Пирогова. Мы всегда очень удивлялись, с чем он провинился. После того, как я закончил, стал именем Пирогова. Вернули ему название. РГМУ, да? РГМУ, да. Когда он был Малгми имени Пирогова, это вот папа учился в этом Малгми. А я учился, был просто РГМУ. А потом, слава богу, вернули незаслуженно отнятое имя Пирогова. Это лечебный факультет. Лечебный факультет, да. Лечебный факультет, да. Лечебный факультет с 93-го по 99-й. Это как традиционно учатся шесть лет в литике. Так долго, это все-таки путь такой... Слушайте, ну, я бы не назвал это многострадальным. Тяжело было, да, но было весело. Первый год, ну, честно скажу, вообще не учились. Не учились? Не учились. А чем вы занимались? Да черт ли чем занимались. Потому что, ну, дорвались. Чем занимается врач, когда учил? Ну, он еще не врач никогда в жизни. Первый курс это вообще не врач. Новые друзья, новые знакомства, новые условия. Конечно, предметы, которые волей-неволей надо было посещать, что-то делать. Ну, я не могу сказать, что на первом курсе мы как-то сильно убивались и страдали. Когда вот уже там, начиная с третьего, с второго, с третьего курса, с второй половины, с второго, с третьего курса. Вот действительно тяжело. Вот действительно тяжело. Так начинается специализация? Безусловно, появляются предметы, которые абсолютно новые для тебя, для вообще как человек, как врача. Первый курс это все-таки такая общая образовательная зачастую тема. А любимый предмет был тогда что-то? Анатомия. Анатомия. Анатомия, да. Ну, мне легко это давалось, мне это интересно было. Гистологию я не любил, честно могу сказать, но она, по-моему, если не ошибаюсь, позже начинается. А дальше уже топографическая анатомия, если по любимым предметам топографическая анатомия. Не могу сказать, что большой был любитель под физиологией, но вот под анатомией мне нравилось. Под анатомией мне нравилось. А специализация начинается, значит, уже на последних курсах, и там был выбор, как определен, папа тоже советует? Или все-таки были уже какие-то наставники тогда, помимо папы? Ну, смотрите, в той системе, в которой я учился, у нас не было специализации никакой. То есть мы заканчивали 6 лет, и дальше после этих 6 лет ты имел диплом, в котором было написано лечебное дело, и ты мог идти, куда, как говорится, душа тебя ведет или куда тебя берут, и так далее. Вы решили продолжить вот эту академическую лестницу, да, это ординатура, это аспирантура. Да, безусловно, да. Поэтому я понимал, что я хочу быть хирургом, как я уже сказал, с третьего курса я... Дежурил, практиковал, там, я там на четвертом или, по-моему, на пятом курсе сделал свою первую опендоктомию, горд был до невозможности. Вот главная для врача практика, да? Ну, трудно сказать, выделить главную вещь. То и другое. Ну, вот просто тоже какой-то был мимолет на такое увлечение, я прям очень хотел быть коллапрактологом, потому что в моей жизни появился там старший товарищ, который уже работал, занимался коллапрактологией. Как-то не пошло у меня. А потом не пошло, потому что все этим увлекались, и прямо все вот этого хотели, а я как-то вот думаю, если все вот идут в одно место, я вот никогда вся всеми в одно место не шел. Хотя прекрасные специальности, замечательные. То есть что-то уникальное, что у вас вот как-то выделилось? Я не знаю, мне просто как-то в какой-то момент это не понравилось. Да, как-то что-то вот перешло на другое, и я начал заниматься больше общей хирургией, экстренной хирургией, потому что на кафедре превалировала экстренная хирургическая помощь. А общее и абдоминальное это... Ну, это, скажем так, названия, не можешь сказать, они параллельные, можно сказать, общая хирургия, это более широкое понятие. Вот, общая хирургическая, она не только абдоминальное направление включает. Вот, и я ушел больше в абдоминальную хирургию, именно в экстренную, в ургентную хирургию, и достаточно долго мы работали, ну, львиная доля наших пациентов, это были пациенты, поступающие по скорой помощи. Соответственно, мы дежурили там по 11-14 дежурств в месяц, это было очень тяжело, но это было интересно, потому что ты дежурил, тебе давали оперировать. Ах, вот оно. Конечно, чем больше ты дежуришь, тем больше шансов у тебя попасть к операционному столу. Конечно, конечно, потому что я безумно благодарен своим учителям, потому что, если бы, скажем так, неопределенные моменты и неопределенные устройства вот этой работы, может быть, откроют там некоторые секреты, напугая людей, но не очень бы хотелось этого делать. Нет, действительно так, там, когда старшие товарищи там очень сильно устают, вот, они пускают тебя либо одного, либо с кем-то более опытным, когда есть возможность именно что-то сделать, либо этап операции, либо какую-то маленькую операцию, потому что там пендоктомия, ущемленную грыжу и так далее. Плановой хирургии очень сложно получить доступ к столу молодому хирургу, это всегда было и есть, конечно, да, потому что плановая хирургия, она, как правило, уже идет под какого-то конкретного хирурга, уже опытного, да и вы непрекрасно понимаете, что человек, который приходит в хирургическое отделение на плановую операцию, он уже выбирает, чаще всего выбирает врача себе хирурга заранее, нормальный человек, я так считаю. А в экстренной хирургии, ну, человек, к сожалению, попадает в абсолютно неизведанную, такую вселенную, кто к нему будет его переводить, как его будут переводить. То есть такой драйв, это что-то вот мудовенное решение, и сразу уже проникновение во всем. Естественно, никто не подпускал к операционному столу, если не понимал, что ты имеешь какие-то навыки, либо опыт, но, опять же, те же самые, то, что я вам говорил, вот эти стадии подготовки, они формировались только на дежурстве. На дежурстве. Умение писать историю болезни за три минуты, чем быстрее ты напишешь. Ну, я так утрирую, ну, очень быстро, чтобы попасть в операционную. Если ты ложишься спать, то надо было лечь спать таким образом, что когда дверь открывается, соответственно, заходит, что первый, на кого натолкнулся, это был ты, чтобы тебя выхватили. Потому что если ты будешь спать каким-то на диване где-то дальше, то ты можешь не попасть. Поэтому все, кто хотел работать, это было видно сразу. Это было видно сразу, потому что мы приходили, было очень много людей, которые приходили, ломались, не могли это все выдержать. Это совершенно естественный процесс. А мы затолкались локтями, естественно, нормально, конкурировали. Вот, что получилось, то получилось. После шестого курса, собственно говоря, у меня выбора особо не было. Я сузил себе выбор, я прочитал книжку Андрея Георгиевича Кригера по лапароскопической хирургии. Я пришел, говорю, пап, ты можешь мне помочь вот в этом вопросе? Могу ли я попасть на кафедру к Андрею Георгиевичу Кригеру? Ну, тогда кафедр руководил не Андрей Георгиевич Кригеру, а Борис Константинович Шуркалин. Он сказал, ну, я попробую. Он переговорил со своим друг с другом, проректором Владимиром Владимиром Гавриловичем, и мне предложили прийти на собеседование. Я пришел на кафедру после шестого курса к Борису Константиновичу Шуркалину, и он со мной переговорил. Тогда не было каких-то, знаете, таких проблем пойти на кафедру. И были кафедры, скажем так, ну, я не знаю, можно такое слово применить, безумно блатные. Вот на них стояли очереди, просто сумасшедшие очереди. Ну, это всегда так. Да. Кафедры экспериментальной клинической хирургии, медико-биологического факультета, куда я, собственно говоря, пришел. Ну, не знаю почему, но туда не стояла очередь. И там не было, скажем, такого, что надо какие-то блатные каналы включать, то есть попасть туда нельзя было. Мне сказали, придешь, понравишься заведующему кафедру, просмотрят, вопрос возьмешь. Я пришел, минут 30 поговорил с Борисом Константиновичем, тоже существообразный человек был. Ты приходи через неделю, приходи на работу. И я пришел. Я пришел вот так. Вы просто не могли мне не понравиться? Да нет, ну я тогда был килограмм на 17 меньше весел, скажем так. У меня дрожал голос, естественно, передо мной был живой герой профессор, заведующий кафедрой, это я же говорю, я с большим пиететом всегда относился, я отношусь. Поэтому для меня пацана тогда, это была очень тяжелая встреча, я шел, мне дрожали коленки, я очень боялся, что мне откажут. Меня взяли в ординатуру, я остался там, в ординатуру, аспирантуру, а дальше я остался и работать на кафедре. Долгие годы работал на кафедре. Мне хотелось становиться лучшим, мне хотелось делать то, что делают мои старшие коллеги, хотелось повторить. И сложности они не пугали никогда, да? Ну, конечно, пугают сложности. Это характер. Я скажу, что человеку не пугают сложности, но это неправда. Ну, чтобы преодолеть сложности, надо подготовиться. А чтобы подготовиться, надо прочитать, посмотреть, что-то подделать, у кого-то спросить, первый раз начать с кем-то, а потом почувствовать уверенность в руках и начать это делать самому. Никто не говоришь, ах, все, была, не была, побежали, я не боюсь ничего. Да нет, чушь собачья, боишься, страшно, и руки дрожат, и холодеет внутри. Мы норма обычные люди, понимаете? Мне кто-то будет рассказывать, что... Ну, надо пережить, испытать, конечно. Да, если хирурги скажут, что вы ничего не боитесь, да это неправда. Если хирург ничего не боится, не идите к такому хирургу. Это опасный человек. Да, смертельно опасный человек. Смертельно опасный, вы правильно сказали. Да, да, смертельно опасный человек. В 2008 год, это институт Вишневского, и там зарождается вот эта роботоассистированная операция, или скорее они там только начинают появляться, да, и стратегически такое правильное решение Владимир Дмитриевич Федоров взял на себя эту ответственность. А вы уже могли работать тогда на роботе? Появление робота связано с его именем. Зародилась она, естественно, роботоассистированная хирургия, не суть хирургии Вишневского. Ну да, конечно. Американская компания. Это да, это все-таки лидером здесь является американская компания, американский хирург, которые начали первые выполнять. Это, да, 1999 год. Совершенно верно. Кстати, как раз вы выпустились, закончили тогда институт. Видите, как вот судьба вас преследует. А безусловной инициативой появления да Винчи в институте хирургии Вишневского, ну, была Владимир Дмитриевич Федоров. Владимир Дмитриевич Федоров, да. Да, человек, который, ну, с моей точки зрения, обладал, несмотря на свой, скажем так, достаточно консервативный, академический вклад характера, образования. Да, это было... Мышление, образ. Совершенно верно, да, 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 совершенно верно. Но ему было свойственно очень современное мышление. И вот надо отдать должность, что хирурги, ну, вообще хирурги достаточно консервативные люди. И с возрастом мы привыкаем к каким-то определенным... Уже отработанным правилам, да? ...к совершенно определенным правилам, технологиям. И очень сложно воспринимать появление новых технологий. То же самое проходило, как я вам рассказывал, этапы развития лапароскопической хирургии, когда она очень многими старыми хирургами, я не хочу сказать старыми, старой школой, не воспринималась. И были конфликты, как говорится, недопонимания. Здесь надо отдать должное. Владимир Дмитриевич жил в ногу со временем и действительно сумел понять, что это новое направление. Это действительно на тот момент абсолютно революционное направление с точки зрения хирургии. И благодаря его инициативе, благодаря его, ну, скажем так, уникальному упорству... Чутью еще такое, да? Да, чутью это само собой. Тогда же надо было быть еще упорным человеком. Еще внедрить это очень сложно. Конечно. Тогда на тот момент же в Москве, в Москве, в России был один робот, он был в Екатеринбурге, первый у профессора Пруткова. А две вот эти, собственно говоря, системы, которые были закуплены, централизованы Министерством здравоохранения, но за них была серьезная борьба. 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 И они, вот одна попала к нам, другая, если я не ошибаюсь, в Алмазовский центр. Да. Вот. И мы действительно в 2008 году, я хорошо этот момент помню, когда его привезли в операционную... И метки судьбы, да? Да, да, да. Был еще такой момент, когда что-то срывалось. Я помню, я сижу на первом ряду с академиком. Я пришел раньше, я был ответственным хирургом, поэтому ответственный хирург всегда садился вперед. А вы уже в институте Вишневского? Да, да. Я держу ответственным хирургом, у тебя был такой журнал, надо было докладывать, что у тебя произошло. И пока не началось... Он был очень пунктуальный, Владимир Вишневский, конференция четко 9.00. Пока там 9.00 не загорались на часах, он сидел на простом, скажем так, стульчике, ну не стульчик, а кресле в первом ряду. И не переходил за президиум. И получалось так, что ты приходишь, и он с тобой, и ты здороваешься. И вот мы сидим, и нам какие-то полторы минуты до начала конференции. Я говорю, ты знаешь, Станислав Валерьевич, всегда на вы. Вот это просто всегда на вы, хотя... Одна из черток академического такого склада. Одна из черток, да, никогда, ни с санитаркой, ни с ординатором, всегда на вы. Вы знаете, у нас проблемы. Вероятно, робота не будет. Я говорю, елки-палки. Он говорит, что-то там не получается. Ну, в общем, у меня настроение чернее тучи. Ну, вы не волнуйтесь, мы что-нибудь придумаем, чем вы будете заниматься. А тогда уже было в планах, что это, наверное, будет моя будущая научная деятельность, связанная с возможным докторской диссертацией. Я, конечно, безумно расстроился. Но потом, через две недели что-то там случилось в хорошую сторону, и робот появился. Робот появился, и я очень хорошо помню, день, когда его привезли, я встречал его, помню, от момента разгрузки. Вот когда грузчики привезли. Я не давал ничего, я контролировал каждый момент, я помню, чтобы, не дай бог, там не уронили что-нибудь. Ещё его привезли там, по-моему, в пятую операционную, тогда в сосудистую, там его устанавливали. Всю ночь я остался с этими инженерами, мы собирали. Но это было, к счастью, это было как-то неземное совершенно на тот момент. Космическое. Откуда вот папа вас, наверное, там внедрял, чтобы покорить? Аналогия хорошая. А потом, да, мы поехали вместе с Андреем Герничем, поехали в Страсбург. Но мы собрали команду, это были команды сосудистой хирурги, хирурги-патологи. Мы, две операционные медсестры, и поехали в РКД, институт, и учились там. Недолго было обучение, несколько дней освоили это, вернулись обратно. И я прекрасно понимал, что тех там двух-трех дней в РКД недостаточно, чтобы освоить эту систему. Я хорошо очень помню, когда я ночами закрывался, брал термос, бутерброды. Слава богу, у меня были всегда хорошие отношения со старшей сестрой оперблока Елены Олеговны. Большой привет тоже хочу передать. Она меня пускала, я закрывался и до утра сидел на муляжах, оперировал, сшил, вязал. Потому что, ну, если бы этого я бы не делал, процесс, скажем так, освоения, он был бы значительно более сложным. Ну, я тогда болел этим, болел этим совершенно по полной программе, и мне хотелось это чьють. А на этот момент уже вы своего кумира из учебников Андрея Германовича знаете, да? Конечно, конечно. То есть вы Владимир Дмитриевич Федоров с вами, Андрей Германович с вами, все это 2008 год, просто чтобы с вами очертить вот эту атмосферу. И абдоминальная хирургия, потом вот лапароскопическая, роботохирургия, они вот чем, как матрешечка, друг к другу собираются? То есть это путь к мини-инвазивности, да, к мини-травматичным вещам? Ну, я всегда говорил, что для себя я сформировал такую концепцию, что это этап развития мини-инвазивной хирургии. Если мы говорим о лапароскопической хирургии, то та же самая, да или торгоскопической, неважно, хирургии. Первый шаг это лапароскопия, потом определенная трансформация в структуре лапароскопических технологий, появление 3D изображения, инструментов, которые имеют большую степень свободы, но будучи лапароскопическими остаются. Это появление, скажем так, устройств, которые управляют изображением, куда хирург смотрит, туда направляется лапароскоп или торгоскоп. Это все этапы. И вот появление робота, это, скажем так, эволюционный шаг в развитии лапароскопической хирургии, эндоскопической хирургии. Он продолжается сейчас, ведет достаточно, я скажу, позитивно. Многие те недостатки, которые были у первых систем, сейчас абсолютно нивелированы новыми системами. Но то, что я могу сейчас сказать о роботе, что этот период абсолютного поклонения этой технологии и попыток, простите меня, засунуть его туда, куда надо или не надо, ну, в моей практике полностью прошел. Поэтому я обожаю этот инструмент. Это классный, просто замечательный, высокоточный хирургический инструмент. Но обратите внимание, я использую слово инструмент. Инструмент. Да, потому что это инструмент в руках хирурга. Да, так говорит ваш учитель. Оптимальный вариант в настоящий момент для хирурга, современного хирурга, уметь владеть всеми возможными инструментами. Как умение выполнять стандартные, будем их так называть, хотя уже теперь непонятно, что стандартные, будем говорить, открытые хирургические вмешательства, лапароскопические, либо робот-ассистированные. Вот если кому-то посчастливилось работать в таких клиниках, где есть возможность использовать первое, второе, третье, ну, это самое замечательное. А самое главное остается выбор. То есть для хирурга найти оптимальный инструмент из вышеперечисленных для конкретного пациента, для его конкретной патологии, для конкретной степени этой патологии, распространения этой патологии, а не пытаться, как я вот своим ученикам говорю, натягивать технологию на человека. Вот как только ты начинаешь натягивать в автобус, ты стала вот этот лапароскоп или роботом человека, и говорить, да я это самое сделаю на роботе, надо, не надо, вот тут начинают возникать проблемы. Да, какой тонкий вопрос, даже не задумывала, действительно, это важно разграничить. Это очень важно, очень важно, потому, к сожалению, мы сейчас имеем вот этот такой след, он будет какое-то время продолжаться, и особенно когда ты по регионам ездишь, люди начинают тебе хвастаться, что-то они делают, это лапароскопически, только лапароскопически. И ты начинаешь задавать какие-то банальные вопросы, и люди понимают, что хвастаться там, допустим, надо, тем более в онкологии, не способом, да, как ты прооперировал, а есть другие критерии, есть критерии, прежде всего, радикальности, продолжительности жизни. И очень важный момент, я всегда говорю, если ты можешь так же хорошо с соблюдением всех правил и регламентов выполнить хирургическое вмешательство как открыто, так и лапароскопически, так и на роботе, пожалуйста, делай, пожалуйста, делай. Но если применение вот этой мини-инвазивной технологии влечет за собой дефицит, прежде всего, онкологической радикальности, с моей точки зрения, это просто недопустимо. Не надо забывать, мы с вами начали говорить в начале нашего разговора об анестезиологах и реаниматологах, так вот за последние 20 лет эта специальность, они всегда хирурги почему-то забывают говорить, так вот, она прошла такое развитие, даже больше, чем хирургия, потому что хирургия развивается с точки зрения появления всевозможных гаджетов. Многие тактические подходы практически остались неизмененными на протяжении 30-40 лет. А вот с точки зрения развития анестезиологии и реанимации, вот это совершенно фееричный рост, и то, что могли делать анестезиологи 20 лет назад, просто сумасшедший, и мы сейчас не видим практически никакой разницы, если мы говорим с вами о работе с грамотными анестезиологами и реаниматологами, которые следят за всеми последними тенденциями, и имеют возможность использования современной фармакологии, современных, скажем так, расходных материалов для проведения анестезиологического пособия, для правильного ведения в интероперационном и послеоперационном периоде, то мы практически не видим разницы по тяжести течения пациентов, которые были прооперированы в открытом варианте, либо лапароскопическом. То есть это настолько все нивелировалось, особенно все эти протоколы фаст-треки, раз протоколы, что мы перестали видеть разницу. А такой очень сильный рывок лапароскопии тогда, он именно чем был связан? Потому что, безусловно, при том уровне развития анестезиологии и реанимации, лапароскопические вмешательства, конечно, несли меньшую травму, но в то же время сейчас есть уже исследование по так называемому стресс-ответу, который является спусковым механизмом развития всех побочных и осложнений, в том числе послеоперационном и в интероперационном периоде. И оказалось, что стресс-ответ от лапароскопических роботостережных операций ничем не отличается и не меньше, если мы сравним с открытым микроэнешательством. Просто наука идет вперед, накапливается материал, стали анализировать огромный пласт материала. Поэтому, естественно, когда раньше сравнивали лапароскопическую холецистокномию с открытым микроэнешательством, безусловно, она была лучше. Нет, она и сейчас, без вопросов, это операция, которая должна выполняться исключительно, менее инвазивно. Ну, вот так вот, наверное. Спасает жизни руки, а не... Голова. Голова, да, то, что здесь зародается, руки исполняют. Вот я имею в виду, да, я соединила, для меня это вот... Ну, как непосредственно манипулятор, да, да, конечно, руки, короче. Они же получают сигнал от головы, если мы говорим о непосредственно манипуляции. Ментальность хирурга, его мысли — это главное, да, руки исполнителя. Я видела операцию, которую вы делаете, и открытые, и на роботе. Это просто в большом преклонении. Это очень красиво и очень легко смотрится, потому что вся напряженность, она как-то скрывается в руках, все внутри, а руки только гениально исполняют. Кстати, Андрей Германович красиво сравнил работу на роботе, это как на органе, потому что там важна синхронность рук и ног. Я видела, как вы пальчиками здесь, ножкой, а там вообще происходит творение внутри организма. Ничего сложного в этом нет, я понимаю, что на вашем случае, как искусство производит это соответствующее впечатление. Очень приятно слышать ваши слова, спасибо. Но немножко приземлю, скажу, что ничего сложного в этом нет. Это система сложная для человека, чтобы человек на ней работал, поэтому система обучения, адаптации и использования данного инструмента, ничего сложного не представляет. И при желании, при возможности, ну, может быть, не любой человек, но любой человек, который, скажем так, имеет навык хирургический и хочет этим заниматься, он это освоит. Освоить робот. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, это как, поймите, мы все, я не знаю, там, вводим автомобиль, много людей вводят. Есть люди, которые вводят его великолепно, есть люди, которые вводят отвратительно, есть люди, кто идет посерединке. Есть люди, которым это дается, ну, ты показываешь человеку, он два раза вверх оба делает то же самое. И не надо ничего объяснять. Вот то, что вот шеф любил всегда говорить, его любимая фраза, что я, говорит, получаю удовольствие, когда вы оперируете моими руками. Когда не надо сказать за спиной, говорит, влево, вправо, подтяни, отпусти. Это невыносимо, это просто невозможно. Потому что когда ты должен давать команды, которые, казалось бы, совершенно объективны и понятны, допустим, когда вот что-то человек делает, ему надо вот здесь что-то сделать. Вот он тянется к этому, он тянется к месту. Но мне кажется, ну ты вот поверни, и вот тебе здесь удобно. Да? Да. И вот когда человек сам это понять не может, вот это у меня вызывает, ну, недоумение. Недоумение, потому что он сказал банальные вещи, да? Пример с чашкой, он не очень такой. Но он именно такой-такой есть. Когда человек начинает создавать все излишние трудности, хотя их можно избежать, просто включив там геометрическое представление в пространстве. Не важно, что это человеческий, там ты находишься, пардон, там, в районе поджелудочной, печени, желудка, неважно. Ты выполняешь какую-либо манипуляцию. И вот эти моменты, когда идет четкое понимание, там, такие тысячные секунды проходят, ты понимаешь, что нужно сделать, как повернуть, как поскакать. А еще очень важно, как ассистент. Вот начинается все с ассистенции, потому что если ассистент может... Почему вот всегда старые хирурги, опытные, говорят, я буду делать только со своим ассистентом. Да. Потому что это вот такая вот, знаете... Операция вот в четыре руки, тоже не подчекательная метафра, да? Ну да, это вот как, знаете, вот космонавты, вот тоже интересно, вот космонавты уже вот подбирают очень долго вот эту совместимость. Они проводят какое-то длительное время, да, парность там, или там они по три, по четыре человека, их держат вместе в изолированном пространстве. Вот это как они друг на друга реагируют, как они считывают там поведение человека, могут ли они друг другу помочь, читать они, делают ли они что-то без какой-то команды, просто считывают мысли. Вот почему-то в хирурге этого нет. Вот на самом деле, если бы об этом задуматься, и вот готовить именно бригады по такому, может быть, психологическому совмещению, это было бы, ну, тоже так, может быть, для психологии. Ну, ваша бригада такая. Да, я могу только хвастаться. Вы так воспитываете? Да, мне всегда было приятно, да, мне всегда было приятно, потому что я оперирую шефа, потому что мне всегда казалось, что я за секунду приблизительно знаю, что он будет делать, и тогда очень легко помогать. И тогда хирургу, оперирующему всегда хорошо, когда ассистент на секунду, на долю секунды понимает раньше, что ты будешь делать. То есть вы передугадываете, да, вот опережаете мысли. Ну да, ты просто понимаешь, он будет работать вот в этой области, вот в этой области, соответственно, должен сделать так, там что-то отвести, чтобы он был лучше видно. Вот просто банально. Для оперирующих хирургов самое главное, чтобы ему было лучше видно. Визуализация, как говорим, тракция правильная. Поэтому, а если ассистент не понимает, и каждый раз должен говорить, ну, отодвинь, ну, ты же видишь, мне загораживает. Очень важно же уметь для ассистента видеть, вот если вы оперирующий хирург, я должен уметь видеть вашими глазами, как я вижу картинку с вашей стороны. Вот опять же та же самая проблема, я вижу, вам надо сюда. А я вам не помогаю. А мне надо опять взять вот эту, сделать вот так. И вам будет комфортно работать на этой чашке. Ну, это понятно, да. Это идеальная ситуация, это же очень трудно так найти такую синхронность. Да нет, но она находится, она находится достаточно быстро. Ты понимаешь очень быстро, когда ты начинаешь работать с человеком, и самое смешное, что у кого-то это прям сразу появляется, а у кого-то развивается. Ты не знаешь, что человек, если он сразу это не может, он безнадежен, ничего подобного. Но есть люди, к сожалению, да, которые ты можешь с ним ходить там десятки раз и просто, понимаешь, и обидеть человека неудобно. Вот поэтому, да. Поэтому эта вот слаженность, умение прочитать ход мыслей тактически, это здорово, да. Это вот ты получаешь удовольствие. Когда ты работаешь в слаженной команде, ну, это всегда, во-первых, огромное удовольствие, а во-вторых, безопасно. Мы с вами с вами говорим, это речь о человеческой жизни, и вот эта безопасность, она именно конструируется, это четкое взаимопонимание. Пациенту повезет, ну, как бы здесь, говорю, это не в кавычках, а в прямом смысле, когда так вот и такая синхронность, когда есть такое понимание успех операции и минимальность риска ниже послеоперационной, в хирургии, помимо слаженности. Здесь, опять же, мы ничего нового не делаем, и так работает много бригад и много команд. Ну, очень важен учитель, ученик, когда вы оперируете именно руками учителя. Я вообще считаю, что вот в нашем деле, я большой поклонник Булгакова и профессор Преображенский с Барментальем всегда были для меня таким, ну, не знаю, примером, что ли, таким. Я безумно благодарен судьбе, и тут мы начали с отца, который мне помог, что я попал к Андрею Германовичу Кригеру, и у меня, я с гордостью могу говорить, что у меня есть учитель. У меня есть учитель, который провел меня, провел меня как вот сарку, сначала постоянно поддерживая штаны, чтобы они не упали, потом чуть меньше, чуть меньше. Станислав Павлевич – это самый достаточный хирург, который владеет всеми хирургическими вмешательствами в абдоминальной хирургии, от банальной холецистоктомии до панкреатодональной резекции в любом варианте исполнения. Это человек, которому я совершенно спокойно могу оставить свое отделение и быть уверенным в том, что когда я вернусь из отпуска, все будет абсолютно в порядке. И это сегодня мы имеем возможность наблюдать редкий вариант защиты, когда в зале присутствуют все подразделения института, и это подтверждает те высокие человеческие качества, коллегиальность, высокий интеллект и высокие человеческие качества Станислава Павлевича. В нашем деле очень важно, когда тебе кто-то передает знания, потому что, к сожалению, 90, наверное, 5%, может быть, даже больше современных хирургов, они не имеют вот этого тьютера, какого-нибудь тьютера. Потому что, на самом деле, я считаю, это очень плохо, потому что есть ряд западных систем обучения хирургов. Она именно построена на том, что ты на определенном этапе получаешь старшего наставника. Ты можешь его поменять, этого наставника. Но он не просто твой наставник, он еще потом несет ответственность за твои, самое главное, ошибки, косяки. Он получает преференции, если ты развиваешься в достойного, хорошего специалиста, но в то же время, если ты совершаешь ошибки, этот человек несет за тебя ответственность. И вот эта перекрестная ответственность заставляет, во-первых, абы кто не идет в эти учителя, потому что понимает, что это опасно. Это опасно с юридической точки зрения. Поэтому, опять же, выкристаллизовывается определенная группа людей, которые хотят учить, которые хотят передать свои знания. И, во-первых, это имеет определенный стимул, и финансовый, и профессиональный, научный, статусный. Если ты пишешь, что у тебя там, вот у меня там столько таких, столько учеников, и вот мой ученик работает там, ты мой работаешь там, это престижно. Это, к сожалению, в России этого пока нет. Вот, поэтому здесь воли случая, люди либо имеют учителей, либо не имеют. И, к сожалению, люди, которые не имеют учителей, они, конечно, им намного сложнее в этой жизни пробиваться. в хирургический мир очень жесткий, очень конкурентный. И специфика, честно могу сказать, современной хирургической жизни заключается в том, что молодых особо никто не жалует. Ну, есть определенные стадии, там, ординатуру прошел, аспирантуру закончил, защитился, а дальше иди. Вот иди ты не нужен, потому что, если ты что-то из себя представляешь, ты конкурент, соответственно, ты можешь уже подрасти и потом подвинуть. Поэтому все держатся за свои места. К сожалению, вот этой профессиональной лестницы практически не осталось, ее нету. И это понятно, потому что люди вынуждены работать до последнего. До последнего к этому обязывает, к сожалению, экономическая ситуация. Потому что, ну, давайте будем честно, хирург, современный выходящий на пенсию, он не может нормально существовать. А плюс к всему, это еще второй момент. Очень тяжело, очень тяжело уйти из профессии, потому что признать себе, что все, хватит, я больше, как бы, я устал, я не могу, я не знаю, какие оправдания. Выжигания здесь профессионального нет. Если ты чувствуешь в себе силы, очень тяжело уйти, очень тяжело. Но пока есть силы, пока есть возможность оперировать, ходить в операционную, опытные хирурги это делают и стараются достатывать. Особенно, как вот вы, которые выбрали осознанно эту профессию, конечно, донесете ее до конца. Это у вас пропитано. Не знаю. Это неразделимо. Посмотрим. Время покажет. Это неразделимо. Время покажет, как я говорю. Спасать, помогать, лечить, это природная у вас. Интересно, что роботический комплекс, он носит кодовое название, или даже не кодовое, просто да Винчи. Это же не случайно, потому что, помимо Леонарда, который оставил нам рисунки, изумительные, с такой особой четкость, точность, абдоминальные, еще у него были в чертежах и робот. То есть это был человекообразный механизм, который мог имитировать движение, то есть он мог вставать, двигать рукой и так далее. То есть вот откуда-то отголоски, не зря название, в общем-то, такое. Они немножко изменили, они пишутся не так, нельзя было, видимо, использовать полностью имя Леонарда. Ну, не забывать. Да, да. Но, естественно, у людей сразу ассоциация только с этим, безусловно. То есть в живое... Великим человеком. Да, в живое в природу можно как бы внедряться, и вот это делает как бы робот-комплекс такой. Тогда еще Леонардо своим генеральным умом смог это как-то прочувствовать, то, чем занимаетесь вы сейчас. Вряд ли он чувствовал то, что будем заниматься сейчас. Чувствовал, чувствовал. То, что он на столетие опередил свою эпоху, и люди, кто был в музее временный, верняка в музее Леонарда Виннии, это совершенно уникальный, с моей точки зрения, ну, само место, где ты погружаешься во все эти модели, и понимаешь, что там многие из них, большинство из них, они просто восстановлены по его чертежам. По его чертежам, да. Понимаешь, что человек недаром же существует там какая-то идея, что человек из будущего. Мы не знаем. То, что он опередил свое время, совершенно очевидно. Создание в хирургии робот-комплекса, мне кажется, это и есть такой шаг в будущее, который просто материализовался. Ну, возможно. И просто вот оттуда, это понятно почему, откуда как бы, вот эти вот истоки. И ваша научная деятельность? Был достаточно длительный этап в моей жизни, вот начиная с 2008 года по 2015, да, основная часть моей научной, собственно, работы была посвящена роботоссистированной хирургии, формирование концепции роботоссистированной хирургии в абдоминальной хирургии, собственно, ну, скажем так, финалом и результатом послужила защита докторской институтации с Андреем Германовым. Как она называлась? Роботоссистированной операцией в абдоминальной хирургии. Хирургии. Вот. Вот. Нет, роботоссистированной операцией на руко-набрешной полости в брюшином пространстве. Вот видите, уже прошло 7 лет, а я уже забыл, как называется моя докторская. Уважение диссертации. 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 спасти нашу жизнь. Абсолютно верно, потому что если мы сравнивали данные нашей 9-летней давности, последних 4-5 лет, допустим, 10 лет назад кровоучения, которые возникали после операционного периода после операции на поджелудочном железе, они все останавливались. Либо мы повторно оперировали, то есть делали открытое хирургическое вмешательство, либо консервативные. Результаты были очень нехорошие, и смертность была очень высокая. А вот сейчас мы с гордостью можем говорить, что львиное, более 90% этих кровоучений мы останавливаем эндоваскулярно, в содружестве, в команде с эндоваскулярными хирургами, и результаты в разы лучше. Сейчас будет выходить кандидатская диссертация, вторая готовится по этому направлению. Поэтому это, собственно говоря, результат этой плодотворной научной работы под командой шефа. вот эти плоды, вот они, собственно говоря, сформированы, и я думаю, что будут дальше появляться. Какой долгий путь, и сложный. Но путь длиной в жизнь, надо что-то делать. Для любого человека, почему-то, любой человек должен что-то делать. Особая миссия. Если ты ничего не делаешь, ты в плесень превращаешься. Надо обязательно что-то делать, развиваться что-то, для себя находить какую-то интересную деятельность. Но наша передача не случайно носит название «Быть врачом». Привилегия. Помогайте, спасайте. Потому что все-таки врач. Вы спасаете, вы продлеваете жизнь. Мы-то к этому относимся несколько более обыденно. Я понимаю, что это наша работа, но я что хочу отметить и в подтверждении ваших слов, я абсолютно уверен, что это призвание. Когда человек понимает, что это действительно его. И вот это призвание, если бы возможно было бы как-то отбирать на уровне медицинского вуза людей с призванием и без призвания, вот это было, наверное, действительно очень здорово. Потому что психология, когда-то дойдет до уровня отбора на уровне медицинского вуза человека с призванием и без, то, я думаю, уровень и качество медицины в целом вырос бы очень серьезно. Потому что это призвание не только относится к работе врача. Я абсолютно уверен, что учитель — это точно такой же человек по-настоящему, который должен быть учителем, это человек с призванием. То есть внутри должен быть какой-то набор принципов, какой-то стержень, что-то горящее в тебе внутри, может быть, я очень пафосно это говорю, которое позволяет тебе идти по жизни с этой профессией. Мы, безусловно, не безгрешны. Мы обычные люди, мы тоже и делаем ошибки. Мы, возможно, порой ведем себя относительно бестактно с нашими пациентами. Это все это есть. Потому что, еще раз повторяю, взаимоотношения двух людей, неважно, там, врач это и пациент, там, я не знаю, покупатель и продавец, понимаете, там, учитель и ученик в школе. Это все-таки взаимоотношения двух людей. Все мы где-то устаем, где-то нас кто-то обидел. У каждого есть свой эмоциональный фон. Но вот умение минимизировать, скажем так, вот эти все огрехи повседневной жизни, которые выводят тебя из себя, заставляют тебя, может быть, менее качественно оценить ситуацию, упустить какие-то моменты. Вот это должно четко контролироваться вот этим понятием, которое я называю призвание. А дальше оно трансформируется на регламент твоих действий. Ты должен четко понимать, что есть правила, которые никогда нельзя нарушать. На самом деле наша деятельность очень неплохо регламентирована. И вот все те медицинские стандарты, которые пишутся, гайдлайны, они именно и направлены на то, чтобы максимально унифицировать твое поведение относительно врача и пациента. Есть очень много критиков, гайдлайнов, которые считают, что нельзя человека лечить по шаблону и так далее. А гайдлайны, это что такое? Гайдлайны, ну это английский вариант, это рекомендации. Рекомендации. Поэтому, но в то же время, если мы начинаем лечить так, как тебе, одному в одно в голову влетело, другому в другое, вот он решил, я буду так, а другой делает так. То есть, естественно, ни о каком результате, соответственно, оценки, эффективности речи быть не может. И умение все-таки сосредоточиться на направлениях, которые, вот с моей точки зрения, они являются основополагающими, прежде всего, в командной работе, о которой я вам говорил. Мы не можем, да, мы не можем научить человека, врача особенно, если я сегодня делаю одно и то же действие так, а в следующий день по-другому. Значит, либо я должен аргументировать, объяснить человеку, почему я сегодня сделал так, а завтра я делаю по-другому. Если это я объясняю следующим образом, что, дружок, да потому что я старше тебя, я так решил, значит, я так буду делать. Вот. Либо потому что мне просто выгодно, по какой-то причине сделать это так. Вот это полностью, ну, с моей точки зрения, нарушает систему и, самое главное, уничтожает эту преемственность. И преемственность, и само врачевание. Безусловно. Безусловно. Поэтому, если ты можешь, если ты, если ты можешь, вот, держаться вот этой дисциплиной, а это призвание, это призвание, если ты понимаешь, что надо ежедневно самосовершенствоваться, надо, то у меня один мой, тоже учитель, в свое время мне сказал, Андрей Михайлович Нечапай, у него в онкоцентре проходил практику по эндоскопии, вот он мне сказал, не дня без строчки. Не дня без строчки. Не дня без строчки. Да, я честно могу сказать, что я не всегда следую этому правилу, действительно, его выполняю, но задача, задача, скажем так, современного врача и современного, вообще, ну, хирурга, в том числе, вот мы с вами говорили про руки, я все-таки больше уверен, что хороший хирург тот, у кого голова на плечах, потому что руки, это здорово, но руками, как мы начали с вами говорить, руководит голова, а голову надо заполнять максимально полезными, эффективными навыками и знаниями. именно желание твое постоянно развиваться, оно волей-неволей будет улучшать твои хирургические, если мы говорим, и хирургии, хирургические навыки и качества. Потому что, если человек сел, вот, сел на какую-то одну, скажем так, узкую проблему, а на самом деле он имеет возможность, имеет возможность развиваться дальше, но экономически он понял, что, зачем я буду это делать, ну, у меня и так все хорошо, я больше делать не буду, вот это не по мне, вот просто было никогда не по мне. Я прекрасно понимаю, что нельзя объять необъятное, но постоянное самосовершенствование, постоянное хотя бы изучение тех процессов, с которыми ты, вроде бы, казалось, уже 10 лет работаешь, а появляются новые исследования, которые ты читаешь и думаешь, елки-палки, так вот почему у нас у тебя были проблемы. Сейчас надо просто вот это изменить. А ты на самом деле эту патологию знаешь от корки до корки. Поэтому, вот как только ты останавливаешься, вот что-то научился, классно делаю, к тебе идут, ты классно делаешь, но ты не продолжаешь совершенствовать и пытаться что-то узнать об этой проблеме больше, вот тогда это плохо, тогда вот ты начинаешь покрываться плесенью и морью. Это остановка для хирурга, для его развития, для мозга, который должен постоянно быть живым, открытым, чувствовать. Да, наверное, это для любой профессии, я все время это подчеркиваю, потому что, какая разница, ты должен, да, ты должен, никогда нельзя останавливаться. Я, может быть, сейчас буду говорить опять же такие пафосные вещи, но умение сострадать, умение чувствовать человеческую боль и умение, ну, иногда, наверное, иногда в какие-то моменты встать на место пациента, не надо это делать все время, но если ты вот какой-то шаг делаешь и у тебя какой-то конфликт возникает там с пациентом, мы же все живые люди, я уже говорил об этом. Я вот, допустим, всегда задумался, а что я сделал неправильно, либо не сделал неправильно, чтобы вот возник этот конфликт. И если ты понимаешь, что действительно там была твоя эмоциональная ошибка, может быть, там с больным надо было поговорить по-другому, может быть, дополнительно объяснить, может быть, твой ассистент как-то неправильно, что-то сделал. И тогда просто постараюсь избежать этих всех проблем. Безусловно, мы не можем болеть и тем более умирать с каждым пациентом. Это невозможно, потому что если... Это тоже обратная сторона, вот это, мы говорим, абсолютного холодности, такой беспринципности. Ой, это хорошо. Мы прямо сейчас с вами подошли к хирургам, на ответ, что это такое. А вот... И обратная сторона. И обратная сторона. Да. То есть эмоции, они не должны отвлекаться. В таком случае этого не должно быть. Понимаете, мы не можем... Мы не можем... Сострадание, это да. Понимание, что человеку больно, его надо поддержать, и, прежде всего, психологически, я потому что своим ученикам говорю, вы понимаете, в чем дело? К вам люди придут не потому, что вы у них что-то в животе сделали. Человек вообще не понимает, что вы там сделали. Понимаете, вот чем хороша пластическая, эстетическая хирургия? Замечательная проблема. Человек пришел с некрасивым носом, с маленькой грудью, ушел с красивым носом, с грудью того размера, которого человеку нужно. Получает это... Он видит, он видит этот результат. И он за это любит и уважает доктора. В нашем деле чаще всего человек приходит не тронутый, а уходит там с несколькими, там, пятью-шестью дырочками на животе, разрезом на животе после операционного ростом. Что мы там сделали? Да бог его знает. Вообще же непонятно. Поэтому, как бы ты человеку не объяснял, что ты ему сделал уникальную операцию. Вообще, просто таких операций никто никогда в жизни не сделал. Ты самый лучший. Человек будет оценивать не это. Человек будет оценивать твое отношение к нему на дооперационном этапе, на этапе его выздоровления, нахождения в клинике, внимательнее ты, невнимательнее и в послеоперационном периоде. Потому что, если вы обратите внимание на отзывы, которые пишут люди, я давно стал обращать на это внимание, люди тебе благодарны и пишут, доктор каждый день ко мне по несколько раз заходил, доктор меня спрашивал, как у меня дела, у меня что-то случилось, меня тут же схватили, куда-то повезли, я везде видел доктора, на все вопросы мои отвечают, я чувствовал, что я не брошенный. И человек не пишет о том, что ему там сделали какую-то совершенно уникальную операцию, как он говорит, спасли жизнь, он видит, что он является частью вот этого процесса, не просто баллан, который взяли, как часто бывает, вы куда мне придете, тебе знать не надо, поехал там, а можно я позвоню родственникам, потом позвонишь, понимаете, и вот этих, вы приходите ко мне на прием, человек приходит, ждет 8 часов в очереди, а как вам попасть, а можно я к вам лично подойду, вы меня проконсультируете, что я буду лично воспринимать, вот там есть расписание, вот приходите, когда это по этому расписанию, это ужасно, потому что человек приходит уже с бедой, он болеет, понимаете, он болеет физически, и любая физическая боль, это психологическое страдание, поэтому умение облегчить это психологическое страдание, ведь недаром же наши западные партнеры, как говорят, и сейчас это тоже достаточно интенсивно стало развиваться в России, это курсы докторов, для докторов по умению общаться с пациентами, вот для меня, честно говоря, это всегда было непонятно, потому что я интуитивно понимал, как себя вести, вот я и говорю, это ваша природа, да, но есть еще раз, есть люди, которые это могут воспринимать интуитивно, а есть люди, которых этому надо научить, и ничего там плохого нет, есть грамотный психолог, человек, понимающий грамотно социологию, поведение человека в экстренной, в такой ситуации, не в экстренной, в ситуации болезни, вот, он тебе говорит, как себя вести, ведь не все же могут это прочувствовать, но человек может прочитать, например, научиться и изменить себя, вот, вот это очень важный момент, поэтому, понятно, все это собирается вместе, вот, вот то, что мы с вами называем, призвание, высоко квалифицированную помощь, потому что умение только, простите меня, подкатить робота, и воткнуть в человека дорогостоящие инструменты, и потом сказать, что я тебе сделал такую операцию, которую никто никогда не больше не сделал, а дальше гулять. Ну, это далеко не все, но это главное, вот, ну, Паша, природная такая, просто видела, как вы оперируете, как ваша рука касается живого, вы чувствуете, как рентгеном, одни пальчики, ну, как рентгеном нет, но есть определенные, определенные признаки, до которых, безусловно, ощущают это. Ну, понимаете, есть же определенные, этому лучше, этому же лучше. Значит, мы отмечаем следующее качество хирурга, да, это умение слышать и слушать. Обязательно, причем, не только пациента, а еще коллег. Это очень важно, потому что, если, это вообще еще большая проблема в нашем бизнесе, если, все же велики, каждый, каждый считает себя круче другого, и все время, учитывая, что чаще всего это мужская, мужская профессия, женщин все-таки меньше в этой профессии, поэтому мальчики все время пытаются мериться, что с детства, что взрослым, я вот, я вот эту операцию я могу сделать, а ты вот эту, а я за сколько часов, а ты за это все. Вот это все надо сразу снимать, потому что я, бываешь, но в компаниях врачей, молодых врачей, когда начинают опять мериться, я там сделал операцию через три дырочки, а я через четыре дырочки, это не те критерии, по которым оценивается качество твоей деятельности, более хирургической, вот, а плюс ко всему это умение взаимодействовать с службами, ну, не то чтобы парахирургическими, но, наверное, парахирургическими, потому что, если мы имеем с вами хирургическую клинику, то она сама в пустоте не существует, хирург сам по себе ничего не может, он может что-то сделать, но в современной хирургии она невозможна, как вы уже поняли, без анестезиологии, без реанимации, без лучевой диагностики, без лаборатории, без эндоваскулярной хирургии, я могу этот список перечислять до бесконечности, вот, поэтому умение выстроить правильную работу с огромным этим коллективом людей, умение их слышать, это очень тяжелая работа, и вот опять в этой ситуации помогают протоколы и гайдлайны, потому что, на самом деле, большинство ситуаций расписано, как себя правильно вести. В команде, которая пользуется современными источниками, которые аккумулируются все современные позиции по каждому вопросу, со стороны анестезиолога, со стороны ренематолога, со стороны хирурга, эндоваскулярного хирурга, то споров-то не возникает, вопрос только констатации конкретного факта в конкретную единицу времени, то есть у тебя есть определенная проблема, которую по протоколу в этой ситуации должен лечить анестезиолог, то есть реаниматолог, и ты не споришь с реаниматологом, и он с тобой не говорит, слушай, это не мое, это что-то вы в животе натворили неправильно, вот, да, здорово, конечно, или это наоборот, когда тебе реаниматолог говорит, ребят, слушайте, ну у меня проблемы, потому что я вижу, вижу по таким показателям, у вас что-то есть, какая-то проблема хирургическая, а ты говоришь так, за хирургию, то есть я отвечаю, ты мне не умничай, ты вот давай свои показатели лечи, я не вижу никаких проблем, и вот в этом неслышании вот тут именно страдает пациент, и очень, к сожалению, много проблем и самым плохим исходом, они связаны с тем, что хирурги не слышат анестезиологов, анестезиологи не слышат хирургов, все вместе, не слышат, человек, который консультант пришел и говорит, ребят, у вас тут проблемы, надо делать все, иди, ты консультант, ну, свободен, мы тебя выслушали, решение приняли, поэтому вот здесь именно команда людей, которая работает по единым протоколам, это спасение, это спасение, потому что далеко не все люди могут коммуницировать, вот оптимально, когда люди слышат, конечно, здорово, но если люди не слышат, есть четко расписанные правила, и умение соблюдать эти правила, оно может быть несколько принижает всю возвышенность нашей профессии, но оно позволяет спасти человеку действительно жизнь, по-настоящему спасти человеку жизнь, а не спорить до последнего, пока умер, черт ошиблись, вот это, такого быть не должно. Красивый девиз, если не мы, то кто? Да, совершенно верно. Вы обязательно должны о нем сказать, и отсылается он к Владимиру Дмитриевичу Федорову, Кригорьевичу Кригерову, и вы. Эти слова, ну, эти слова были сказаны Владимир Дмитриевичу Федорову, однозначно, это и он автор, и, соответственно, Он не просто бросил фразу, а ведь он же доказал своей жизнью. Причем эта фраза была, мне трудно сказать сейчас, по поводу какого конкретного пациента была сказана, но она была связана с реальным конкретным случаем, очень тяжелым. Вот не буду врать, не помню, верите, нет. Это была очень, какая-то очень тяжелая клиническая ситуация, пациент, которому во многих местах отказали, судя по всему, и вот, собственно говоря, они с шефом обсуждали этот вопрос, брать, не брать, как брать, что делать. И вот очень было много разночтений, естественно, опасений и рисков огромных. Все прекрасно понимали, что можно проиграть, человек погибнет, умрет. И Владимир Дмитриевич сказал, говорит, ну, Владимир Дмитриевич, если не мы, то кто? Да, вот эта фраза для хирургии, она же очень... И она у нас врезалась, просто врезалась в нашу повседневную практику, действительно, это стал девизом, девизом для «На», для Андрея Герновича, для меня. Вот, поэтому мы идем с ним по жизни. Вот это, собственно говоря, девиз, который подтверждает, это, как вы скажете, преемственность. Это школу. Это школу, да. И применение этого девиза на практике выглядит следующим образом. Это не означает, что мы можем помочь всем. Это не означает, что во что бы то ни стало, с нарушением всех правил, канонов, мы можем взять, простите меня, неоперабельного, либо человек, который по всем, опять же, протоколам не нуждается в хирургическом мешательстве, мы во что бы то ни стало будем оперировать, потому что мы вот такие, знаете, мы сейчас на все закроем глаза на все исследования, на все прогнозы, которые имеют место быть. Но в то же время этот девиз помогает максимально мобилизоваться и попытаться, вот этот основной принцип, который мы вам говорили, пропагандируем, что задача нашей команды всегда была не отказать. То есть приходит к человеку, можно найти же всегда миллион причин отказать, причем в рамках существующих нормативных документов. Ну, не пройти себе ответственность, так как бы? Конечно, да, и на самом деле очень многие этим пользуются. А вот не отказать, а попытаться решить эту проблему, а как правило, это, как правило, пациенты с рядом проблем. Если они приходят с хирургической проблемой, с нашей непосредственно, то у них еще есть букет какой-либо сопутствующей патологии, и можно совершенно спокойно зацепиться за этот букет и сказать, ну, дружок, ты извини, мы бы сделали, но там у тебя, как обычно, у вас сердце не выдержит, или там легкие дышать перестанут. Вот это все на самом деле очень непрофессиональные разговоры в рамках современного здравоохранения. Практически любая, практически любая патология, она подвергается коррекции. Соответственно, можно скоррегировать те проблемы, которые мешают тебе выполнить радикальное, если мы в онкологии, хирургическое вмешательство в рамках этой одной госпитализации, иногда бывает даже в рамках одного дня, мы можем сделать две операции, там, одну на сердце, другую на органах брюшной полости, так называемые гибридные хирургические вмешательства, либо мы можем это как-то разнести во времени и расписать, что называется, дорожную карту, как человек себя будет вести и подготовить ее к этой операции. Не всегда это удается, не всегда удается довести человека, подготовить в нужном объеме и выполнить то, что мы бы хотели. Но опять же, человек уже не брошен. Человеку объясняешь, что вы знаете, у вас вот первая, вторая, третья, четвертая проблема. Вот сразу вас взять нельзя. Но мы постараемся сделать, все вам рассказать, сделать вот это, вот это, вот это. Давайте пойдем по этому пути. Есть люди, которые говорят, слушайте, знаете, я не хочу. Ну, тут надо убедить человека. Ну, бывает, люди говорят, я не хочу. Тоже так ситуация. Но в большинстве случаев, когда ты человеку объясняешь и говоришь, что все-таки есть шансы, и надо попробовать, ты окружаешь человека заботой. Сразу же он понимает, что он к тебе приходит и все проблемы, даже которые мы не можем решить местно здесь, в нашей конкретной точке, мы его за руку отведем в другую клинику, там нам помогут, поставят какой-то там, я не знаю, сделают что-то, с результатами он к нам вернется. То есть он понимает, что у него есть некий единый центр, куда он может всегда обратиться. Вот, собственно говоря, вот эта концепция, «Если не мы, то кто?» в моем понимании, она именно это отражает. Суть этого делиза. Суть, да, да. Не подчеркивать, что во что бы то ни стало, мы можем любого человека соперировать. Нет, это неправильно. Это самодушство. Это вот этот девиз самодушства. А вот эти умные слова говорят о том, что взвесив все за и против, подготовив, минимизировать риски, командно подойти и решить поставленную задачу не всегда удается. Но, опять же, ты должен понимать, на что ты идешь, ты должен взвесився за и против. И если это не получается, честно об этом сказать, что это не получается. И умение, помните, я вам говорил, умение отказаться от хирургического вмешательства, это, поверьте мне, не меньшее достижение для хирурга, чем выполнить какое-либо хирургическое вмешательство. Потому что все же говорят, нам бы только оперировать и во что бы то ни стало. Поэтому, мне кажется, все-таки умение сказать, честно признаюсь, что в настоящий момент, в твоем конкретном случае, операцию делать не надо, это тоже требует большого мужества и вот такого самообладания. И хирургии, это не во что бы то ни стало, желание что-либо прооперировать, как наш пациент, то, что меня трясет, вам только отрезать, вот, порезать. Это не так. Это не так. Если человек себя позиционирует именно с этих позиций, что увидел болезнь, тут же схватил, пардон, ну, условно, скальпель и удалил, и это неправильно. Легкая рука чаще всего у человека, который хорошо знает, что он делает. И легкая рука еще у того человека, который может быть достаточно собранным во время оперативного вмешательства. Если человек идет в хирургию, но не умеет собой владеть в достаточной мере, он начинает нервничать, и это ему мешает. Как правило, такие люди в хирургии не застигают большого, больших достижений, именно в чистой хирургии. Они могут быть прекрасными теоретиками, вобщать опыт, ну, быть мысленно хорошими хирургами, но на самом деле не идет у них дело. Но самое главное, вот этому, наверное, надо бы научиться каждому хирургу от своих учителей. Прежде всего, не только знать и не столько знать ход оперативного вмешательства, сколько, начиная операцию, знать все возможные осложнения и их или предупреждать, или быть наготове своевременно все поправить. Вот если это есть, то тогда нету такого, ну, беспорядочности выполнения операции. И самое главное, что это всегда приносит пользу и оператору, и больному, когда все делается планомерно. Во мне движет желание сделать конкретное красивое дело, понимаете, сделать его правильно, четко, и чтобы итогом это был довольный, благодарный пациент. Вот следствие это и есть. Наверное, да. Я все приземляю себя. Наверное, вы меня, вы все правильно, вы меня поднимаете, а я все пытаюсь как-то приземлиться. Очень приятно, когда люди пишут добрые слова, пишут слова, что вы спасли моего сына, нам все отказывали, а вы это сделали, мы будем за вас молиться. Это безумно приятно. Как бы целью является не то, чтобы ты получил вот такие вот зацены, целью является понимание, что ты вот видишь болезнь, ты на нее смотришь и говоришь, слушай, а я могу это сделать. Я могу это сделать. Мы сейчас вот это, вот это вот сейчас подкорректируем, и мы это сделаем. И когда получается, ты выходишь из операционной, особенно, когда ты в операционной, ты думаешь, не отойдешь там от сосуда, или ты радикально не уберешь, и у тебя получается. И это, наверное, ну мы ненормальные все, это, наверное, такое удовольствие сродни сексуальному. То есть ты просто получаешь вот реальный кайф. Да, понятно. И выходишь уставший, ну я иногда сажусь в машину вечером там, поздно заканчиваем, и ты едешь мертвый, мертвецкий, уставший, ну такой кайф, потому что получилось, просто получилось. Хорошая аналогия. Как дурак улыбаешься сам себе в зеркало заднего вида. Ну вот это кайф. Ну вот продлили жизнь, опять же, вот такая же аналогия сродними. Наверное, мы, может быть, не очень энергетически питаемся все-таки от этого. Все-таки мы от пациентов тоже что-то забираем. Они у нас забирают, и мы у них забираем. А если ты сделал хорошо, красиво дело, и ты еще, вот этот момент, когда ты шел к этому процессу, то есть это был процесс, ты сделал одно, второе, третье, собрал все воедино, и бац, у тебя получается. Вот это огонь вообще просто. Вот от этого ты получаешь неимоверное удовольствие. Да, вы прямо на медицине, хирургии сказали все, подводные камни, что там за шермочкой, она бывает разная, что она начинается с открытой, в общем-то, такой традиционной, потом она идет дальше, развивается к мини-инвазимным, то есть причинение меньше каких-то травм, да, все-таки. Ну, да. Потом на фантастическую какую-то планету переносите с этим роботом, потому что это действительно, особенно с точки зрения обывателя, смотреть, как все происходит. Но для вас это все вы делаете, это ваша голова, это ваши руки. Спасибо большое за интересный рассказ, такой очень личный, очень откровенный. Раскрыть себя это очень трудно, и достаточно должно быть доверие, поэтому спасибо большое, что вы стали гостем программы. Доминальная хирургия как была тайна, так и есть, как и сама наша жизнь, это чудо. Вот, но если случаются какие-то проблемы, болезни или онкологические, есть люди, которые могут помочь, и это важно, это надежность, это какая-то вера и стойкость в жизни, когда есть такие люди, как вы, которые могут помочь. Спасибо большое за ваши добрые слова и спасибо, что пригласили, было очень приятно. Спасибо большое.